всем привет дорогие друзья меня зовут лиза и рада приветствовать вас на уроке цифрового рисунка сегодня мы с вами нарисуем такие прекрасные макаронсы для этого заходим в программу procreate создаем новый холст нажимая на плюсики в правом верхнем углу ширине и высоте пишем 20 сантиметров нажимаем создать берем наш стилус заходим в настройки холст референс изображение импорт и выбираем наш рисунок начинаем с легкого наброска цвет переводим курсор красный цвет правый нижний угол берем в чернилах сухие чернила проверяем чтобы здесь стабилизация была стримлайн величина от 60 до 70 процентов и начинаем с легкого эскиза добавляем сам треугольничек добавляем туда уже макаронсы для этого мы создаем отверстие добавляем объем размещаем макаронсы кружочками а потом где нужно добавляем им поворот немного уменьшаем композицию или наоборот увеличиваем чтобы наши макаронсы прятались тем самым как бы цеплялись за холст и уже у них было расположение далее можем добавить парочку цветочков но не все а лишь там где у нас слишком пусто создаем новый слой на предыдущем уменьшаем непрозрачность максимально и теперь будем просто более детально прорабатывать наш эскиз я сам брожок немножко увеличу поскольку он у нас основной и сразу когда рисуем делаем его таким неровным макаронсы у нас делятся на несколько частей то есть есть с двух сторон мягкие подушечки потом тренообразный слой и внутри сам мягкий джем джем поскольку он самый темный можем немножко заштриховать чтобы нам дальнейшем было легче читать наш эскиз тут наш макаронс прячется опять-таки внутри джем заштриховываем если тяжело увидеть как она выглядит на просвет наш следующий макаронс то просто рисуем его через и нарисованные ранее объекты и потом лишнее вытираем это у нас слой с джемом чтобы не штриховать сплошным пятно мне интересно монотонно можем штриховать просто с двух сторон постепенно делая растяжку к центру внутрим этот макаронс получился довольно таки большой сам по себе поэтому я его выделяю и без привязки неоднородно сначала поправим расположение нашего оранжевого квадратика и потом уменьшаем сам макаронс и также здесь можем немножко его закруглить один макаронс на самый простой можем нарисовать круг сделать его таким идеальным у него лишь совсем чуть-чуть полку убирает пенка остался последний уже вы здесь можем немножко уменьшить и лишнее вытереть наш предыдущий самый нижний макаронс этот слой мы не будем оставлять поэтому смело можем на нем рисовать более произвольно не выводя до какой-то идеальности линии главное держать основные моменты далее здесь для себя опять таки мы можем разметить нашу сеточку на вафле намечаем основную центральную линию которая у нас будет ведущей и потом параллельно этой линии проводим остальные смотрим что здесь у нас сеточка под разным наклоном и у нас вот так же следим за этим сначала проводим то что самое длинное уже ей подчиняем остальные можете как и я выходить за контур там просто одним движением и это вытрем здесь также покажем тем что у нас здесь такая дальняя стенка вафли чтобы мы не забыли ее разрисовать что касается наших цветочков их мы сильно прорисовывать не будем мы их в конце уже добавим более абстрактно первый слой готов можем самый нижний вообще выключать создаем новый слой на нашем делаем меньше непрозрачность и переносим новый слой под слой с наброском начинаем делать могут цветовую заливку берем цвет нашего референса смотрим где он у нас здесь берем круглую кисть в красках вы заходите в стабилизацию величину стримлайна увеличиваете от 60 до 80 процентов apple pencil в размере ставите на максимум нажимайте готово на нажимаю отмена поскольку у меня уже такая кисть есть начинаем с рожка и полностью заполняем наш рожок цветом полностью весь объем и за макарунцами перед ними все 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 можете использовать заливку то есть просто переносим нашим и 3 то есть кружочком в верхнем углу цвет и он у нас заливает но будьте внимательны чтобы не было никаких то недокрашенных участков что мы с вами заштриховали тоже зарисовываем создаем новый слой добавляем на него обтравочную маску и сразу наши два слоя группируем это у нас будет отдельный слой только с рожком без макарунца берем оттенок темнее заходим в аэрограф мягкую кисть делаем небольшой размер из двух сторон добавляем тени пример с правой стороны чуть больше слева чуть меньше здесь мы полностью все заливаем темным цветом еще один новый слой на него также добавляем обтравочную маску и берем круглую кисть цвет делаем еще темнее по диагонали в правую сторону начинаем с того что отделим наш передний слой рожка от заднего подчеркиваем его одной линии и потом добавляем растяжку также можем немножко по краям добавить тени и зарисовать всю заднюю часть решаемся к этому цвету делаем цвет еще темнее и добавляем новый слой с обтравочной маской опять таки отделяем слои вафельки и всю заднюю стеночку новый слой обтравочная маска и теперь наоборот находим наш самый светлый цвет и делаем его еще светлее и чуть-чуть ползунок больше в правую сторону пододвигаем мы сейчас будем намечать наше деление сеточки делаем кисть небольшого размера и наводим те линии которые мы с вами рисовали на черновике также можем сразу подчеркнуть передний слой вафельки не совсем чуть-чуть добавить светлых оттенков возвращаем размер кисточки и проводим сеточку в другом направлении переходим ко второй стороне и если у вас стилу второго поколения время от времени у вас скачет то резинка то карандаш не пугайтесь это при на двойном нажатии у нас меняются инструменты убираем контур и смотрю что же у нас получилось рожок постепенно становится похожим на рожок осталось добавить еще вот здесь до объема и будем дальше работать над самой сеточкой сверху добавляем светлые пятна делаем цвет еще светлее совсем тоненькой линии для неровные края то есть постоянно то нажимаем сильнее то слабее на нашу кисть и также с другой стороны делаем заходим на слой с тенью последний берем темный цвет делаем его еще темнее и в этой части подчеркнем больше переход для этого уберем контур чтобы точно все видеть теперь переходим к работе над самой сеточкой местах где у нас правый верхний угол сеточки мы добавляем легонько тень можно даже взять оттенок чуть светлее поскольку здесь у нас в основном только светлые оттенки будет видно даже не самый темный цвет так по чуть-чуть добавляем не во все лишь в некоторые где-то просто две линии где-то больше в основном больше мы делаем ближе к центру то есть к первому плану к тем местам которые находятся ближе к нам и чем дальше тем меньше усилием и прикладываем для позначения рельефности просто вот так две линии проводим и достаточно время от времени смотрим что же у нас получается потихоньку виднеется объем чем ниже мы опускаемся тем точно также мы рисуем меньше линий не забываем про верхнюю часть чтобы у нас не было такого внезапного пропадания детализации постепенно сводим на нет при помощи слабее нажима и меньшего количества линий переходим теперь ко второй части здесь точно также мы выделяем здесь более приплюснутой но мы все же сделаем ее рельефной по принципу той части в афике которую мы уже с вами сделали когда мы обозначили основные объемы постепенно в сторону уходим с меньшей детализации вдоль самого рожка продолжаем идти с помощью нескольких линий добавляя тень даже там где какие-то несоразмерные получились клеточки все равно добавляем тени и вставляем их от них осталось совсем чуть-чуть верхней части добавить объема возвращаем наш набросок выходим из группы создаем новый слой и переходим к макаронцам пробуем кистью цвет нравится ли он нам не полностью нравится я им заполняю сразу два макаронца после того как мы выполнили с вами заливку создаем новый слой добавляем на него обтравочную маску и также наши макаронцам мы формируем в отдельную группу сразу переименовать берем мягкую кисть делаем оттенок чуть темнее и добавляем со всех сторон сначала тень кругу и потом больше в нижней части и возле рожка новый слой обтравочная маска цвет еще темнее грубая кисть также продолжаем добавлять тень вокруг рожка чтобы наши макаронцы плэ прятались за ним и далее добавляем тень внизу печеньки добавляем объем также на верхней печеньки вниз наполняем тень у нас чем не теряем пенку новый слой травочная маска уже видим наш макаронс на предыдущем слое опять таки начинаем с отделения макаронцевого трошка заполняем тенью наш джем где-то можно не добавлять такую явную тень например по центру и даже какие-то по краям подчеркиваем объем теперь что касается нашей пенки тонкой кистью мы добавляем шероховатость также можем сначала отделить пенку от печеньки потом такие разные завитки с разным нажимом и время от времени их отпускаем переходим к верхней части выделяем сначала печеньки и потом добавляем волны заполняем джем берем оттенок еще темнее создаем новый свой на него добавляем обтравочную маску и темным цветом можно даже его более таким коричневатым именно для джема сделать заполняем среди немножко опять-таки возле рожка новый слой оттравочная маска берем наш самый светлый цвет делаем его еще светлее добавляем светлые участки очень люблю ограничивать светлый объем потому немножко за рисовать белым цветом а потом добавлять штриховку то есть заполняем пространство оно становится светлым но при этом таким аккуратненьким и более воздушным а на нашей пенке мы также добавляем светлые маски немножко подчеркнем еще раз подушечку на границе с пенкой добавляем легкий рефлекс постараемся чтобы он был не очень большим у нас таки оставалась полосочка тени переходим к следующему макаронцу возвращаемся на наш первый свой с оттравочной маской берем оттенок темнее тут для удобства можем все наши цвета по добавлять на палитру 2 по насыщенности цвет и добавляем тень по всему кругу а потом уже от макаронцев падающую следующий слой цвет темнее круглой кистью добавляем мазки точно также падающий тень что можно большими объемами добавлять и здесь на краю вот этот выступающий объем следующий слой цвет еще темнее опять такие падающие тень уже более меньшим объемом тут пенку тоже можем сразу добавлять наши такие молочки все остальное перерисовывать темным цветом следующий слой еще темнее цвет все маленькие объемы тень слой со света берем наш светлый почти белый оттенок сначала большой кистью добавляем светлые пятна переходим нас на группу с рожком создаем новый слой так чтобы он был под бежевыми макаронцами берем теперь цвет нашего шоколадного точно так же круглой кистью планируем его заливку для выполнения заливки создаем новый слой добавляем на него травочную маску также формируем наши слои в группу берем цвет темнее мягкую кисть в аэрографе и добавляем тень сначала от рожка потом от верхнего макаронца потом чуть-чуть по краю новый слой обтравочная маска круглая кисть цвет берем еще темнее нам опять-таки с падающей тени от макаронца и вот рожка выполняем нашу свинку еще немножко тени добавим чтобы потом отделить свет мы потеряем тонкой линии печеньку от пенки и с другой стороны новый слой обтравочная маска цвет еще темнее и таки добавляем падающую тени на здесь очень и темное потом уже у трошка неровными пятнами заполняем постепенно джем внутри выделяем пенку от печеньки и потом добавляем волны новый слой обтравочная маска переходим к работе над цветом берем самый светлый цвет делаем его еще светлее добавляем сразу пятно на наших печеньках на метке еще чуть светлее и еще пару пятнышек создаем новый слой берем оттенок нашего макаронца другой макаронц который у нас выше будет над бежевым на отдельном слое после выполнения заливки переходим на слой с первым макаронцем создаем новый слой добавляем на него обтравочную маску и также формируем группу создаем палитру и на нее сразу будем добавлять все наши оттенки которые мы берем берем цвет темнее мягкую кисть аэрографом и добавляем тень в основном внизу и также по всему контуру новый слой обтравочная маска круглая кисть цвет темнее начинаем опять таки с нижней поверхности заливаем плоскость чем который мы с вами ранее заштриховали новый слой обтравочная маска видим какой у нас красивый макаронц получился уже на одном из слоев с помощью тени опять таки добавляем тени внизу теряем нашу пенку добавляем волнечки можно считать это легким антистрессом я лично такие упражнения люблю они помогают пользоваться кистью нарабатывает навык нажима не забываем заполнить наше пятно с джемом новый слой оттравочная маска добавляем все наши оттенки на палитру берем светлый цвет делаем его еще светлее добавляем сначала на печенье потом наношу пенку немножко здесь еще раз моем свет закрываем тоже подписываем переходим на следующий слой уже ранее залитый также формирую в группу берем следующий оттенок после базового аэрограф мягкую кисть заполняем больше с левой стороны тень по кругу и вот в этой нижней части боковой новый слой обтравочная маска цвет темнее круглая кисть добавляем по контуру тень с цельной стороны двух сторон новый слой обтравочная маска цвет еще темнее заполняем наш джемом добавляем сразу тень на печеньке и на волночке уделяем печенье от янки уделяем печенье от янки новый слой обтравочная маска светлый оттенок и круглой кистью добавляем цвет остался один макарон переименовываем нашу группу создаем новый слой вот такой белый почти макарон пробуем наш цвет заливаем если плохо видно убираем цвет фона чтобы лучше было видно контур новый слой обтравочная маска также формируем группу берем оттенок темнее мягкую кисть и добавляем тень по всему контуру и потом с тыльной стороны новый слой обтравочная маска круглая кисть оттенок темнее немножко добавим тени сверху заходим в тень всю тыльную сторону и чуть больше с левой стороны новый слой обтравочная маска еще темнее и чуть больше оттенок в в в в в в в в это до этой до в заливаем полностью наш участок с джемом опять таки еще более сильно затемняем наш торец и боковую часть печеньки для тени новый слой обтравочная маска теперь опять берем самый светлый цвет делаем его еще светлее почти белый и добавляем для односвета возвращаемся в самый низ этот слой сворачиваем тоже можем его переименовать создаем внизу новый слой берем оттенок нашего фона создаем новый слой берем белый цвет мягкой кистью либо же сейчас уже можно переходить какие-то интересные текстуры добавляем светлые пятна вокруг наших объектов так чтобы было видно два оттенка затем создаем новый слой еще один возьмем мягкую кисть немножко вытрем таким образом мы поместили наши объекты теперь возьмем цвет еще темнее кисть делаем поменьше и добавляем более темную тень под самими объектами нужно зайти еще в настройки немножко добавить размытие по гауссу вы сделать тень еще более мягкой выбираем один контур добавляем тот который у нас был с цветочками тоже можем его переместить наверх и сейчас будем добавлять наши цветочки набросками ищем кисть которая нам понравится с какой-то интересной текстурой берем цвет начнем с розового цветочка начинаем добавлять только обязательно на новом слое делаем светлее кисть поменьше и добавляем и розовые оттенки еще светлее добавляем внизу создаем еще один слой берем салатовый цвет тонкой кистью добавим это кистики сам стебелечек возьмем теперь желтоватый оттенок тоже немножко его добавим для объема то наоборот чуть темного таким образом с помощью этих трех цветов мы добавим остальные лепестки для красивый зеленый возьмем добавим еще здесь стебелек и здесь этим не добавляем потом светлее и на новом слой сейчас будем добавлять белые цветочки кисть побольше сначала такие полупрозрачные линии делаем темнее их и добавляем контур опять кистики то же самое повторяем с пионами берем розоватый оттенок добавляем его снизу в качестве контура для того чтобы подчеркнуть наши белые цветочки фон можем еще немножко затемнить темный цвет кисть который мы делали фон убираем все наши наброски еще и он более маленькой кистью добавим здесь лучше взять что-то связанное с наложением чтобы осталась наша текстура замену темным и можно даже я в этот цвет слоя немножко добавить текстуры убираем reference наш с вами рисунок готов всем спасибо кто был со мной сегодня рисовал у вас на следующих занятиях